Кловер, ребята! Кловер это не только роскошная баня, но еще роскошная банная печи. И в этом году на выставке представлены вот такие вот печи. Обычно они дровяные бывают, но сегодня они какие? Всем привет! А теперь это все на газу. Теперь весь Кловер и на газу. Вау! Рассказывай, показывай. Это наша новая облицовка. Эстеблишмент называется. Шикарное название. В нижней части 100 миллиметров камень. Охренительно. А верхний 50. Вот в таком уникальном исполнении. Божественно! Реально для эстеблишмента. И теперь эта вся конструкция, это вообще, можно сказать, банный майбах. Давай покажем, что там за топка. Она, кстати, топится. Банный майбах. Охренеть! Вау! Ёп! Просето! Что это? Это майбах банный? Это банный майбах, да. Теперь тебя не мучают проблемы сырых дров, прочего там тупых исправников. Охренеть! И прочих проблем. Батюшка! Да вы красоту газовую сделали! Или, не знаю, едешься на дачу, достал мобильный телефон и запустил в свою баню. Показывай! Мобильный телефон и нашу баню. Сейчас покажу, как это происходит. Это блок управления, который идет в стандарте с печью, он по умолчанию управляет всей баней, датчиками температуры, нагрева, влажности, освещением, вентиляцией полностью, полный набор. Ну, сейчас мы ее выключим, и я продемонстрирую, как работает приложение. Сейчас она через... Оооо, еее! Так. Давай сюда присядем, чтобы можно было показывать приложение и смотреть, что происходит в топке. Давай. Давай. Так. Так. Вот это мы все любим. Пацаны, это что-то охрененное. Так, приложуха. Сейчас, секундочку, сейчас я выйду. В Google Play, в App Store все есть. В Google Play без папы, да, значит, блок управления подключается к Wi-Fi и уже подключается непосредственно к вашему мобильному телефону. Знаете, что я скажу? Приложение называется Clover Sauna. Так. Вот, Clover Sauna. Ага. App Store, Google Play. Заходим в приложение. Пока грузится, скажу. Обычно, когда газовая печь, здесь очень некрасиво. Здесь такая... Прямоугольник с газовыми горелками. Ты огня не видишь. Видишь, какие-то требуху из проводов. А здесь ты сам видел пламя. Так? Да. Вообще, все даже система может подключаться к умному дому. Мы все заходим в саму часть. Здесь вверх. И вот здесь пошли расписания работы. То есть здесь есть режимы, можно графики посмотреть. Все как угодно. То есть подключение к сети. Таймер отсрочки, например, когда нужно включить печку там. Чтобы она включилась там в 4 или в 5 часов. Потому что греться она будет все равно 2 часа. Ну, расставлено. Ну, например, эта модель. А маленькие от часу. Час-час 15. Такие время разогревать. Час 30. Вот. Влажность возможно устанавливать. Влажность в парилке? Да. То есть если дополнительно установить дополнительный парогенератор, можно подключить к системе. И он будет периодически подавать порции порционного пар. И поддерживать влажность. Офигеть! За заданную. Конструктору премию 50 тысяч лично отмену. И здесь включение нагрева. Значит, включение парогенератора. Если не уходило. Вентиляция. Освещение. И даже, возможно, диммирование света. Управление светом. С мобильного телефона. Ну вот, теперь нагрев. Мы ее включаем. И сейчас будет некогда, там, 30 секунд цикл продувки розжига. Пока идет продувка розжиг. Скажи, пожалуйста, это все наше или это все зарубежное? Нет. Вы знаете, что Кловер здесь изготавливается в Италии. Значит, разработки по газу. Это все наши российские разработки. Они сделаны совместно с голландской компанией. И часть примененная опыта взято от них. Здесь мы долго работали больше над программным управлением и обеспечением всей этой горелки. Пока на самом деле только пятая конструкция. Да, вот сейчас загорелась пилотная горелка. И она проверяет датчики состояния печи. Для того, чтобы произвести первоначальный розжиг. Охренительно. Скажи, пожалуйста, а отдельно от Ничи вы такие системы не продаете для других производителей? Нет. А будете? Нет. Нет. Это только для наших печей. Воу. Ой, бля. Оно прямо даже отсюда этим самым воздухом кислородно жахнуло. Охренеть. Это потому что дымохода нет. Да, это просто дымохода нет, поэтому так вырезалось. А вы боги. Боги газа. То есть тебе бессмысленно спрашивать, как самому в домашних условиях сделать такую вещь? Слушайте, отлично пользуется сбросом. Во-первых, денег стоит газ. Вот посчитай сам. Вот дрова сколько стоят? Вязанка 10 килограмм, 35 рублей килограмм. Это 2022 марш. Чтобы это растопить эту печку дровами, нужно сжечь 20 килограмм. Умножаем на 350 рублей. Ну, сколько? 700 рублей, да? Получается. А здесь расход газа 6 литров в час. 6 кубов. 6 кубов в час. Ну, на разгоне. А на поддержании где-то 3-3,5 куба. Когда она в режим входит, то 3,5 куба. То в среднем где-то 4 куба в час. 4 куба, 6 кубов в час. Умножаем на 6 рублей. 24 рубля в час. Вместо 700. Вот. Только на цене топлива. Аппарат себя окупит там, я не знаю, за год. Работа. Охренительно. Еще и стопника держи. Залплату и выплати. А здесь тебе ничего не надо. Ты не паришься. Ребят, давайте обзванивать Кловер. Звоните, чтобы он начал другим производителям продавать свои газовые прибамбасы. Это у всех должно быть, кто на газу. Это шикардос. Ты меня удивил. Вот меня, старика, трудно удивить. Но ты меня прямо удивил. Красава. Давай 5. Удачи и респект. А дверь открыть можно во время? Нет, это запрещено делать. Нельзя во время открывать. Нельзя. Так-то. Можно? Замок повесим на ручку, чтобы никто не открывал.